Данил Рябинин Новотихинского женского монастыря города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Иероним. Здравствуйте. Благословите наших телезрителей. Господь да благословит и помилует всех нас. Для вас, дорогие телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по номеру 278-60-14, код города Екатеринбурга 343. Звоните нам, задавайте ваши вопросы по нашей сегодняшней теме. Ну и сегодня, отец Иероним, с вами мы хотели бы обсудить поминовение усопших. Вот присыт родительская суббота перед неделей во страшном суде. И вот достаточно тема эта должна быть актуальна для наших зрителей, потому что верующие христиане должны все-таки поминать своих умерших родственников. И вот сегодня мы поговорим о том, как совершаются эти золопокойные богослужения и вообще о поминовении усопших. Скажите, отец Иероним, почему вот именно эта суббота называется родительской перед неделей во страшном суде? Вообще, если говорить о поминовении усопших, то, конечно же, эта традиция восходит еще к христианской древности. Так, если мы обратимся к текстам тех чинов литургии, которые существовали во всех концах тогдашней христианской вселенной, то везде мы обнаружим поминовение усопших за божественные евхаристии, за той бескровной жертвой, которую мы приносим в воспоминание жертвы Христа Спасителя за спасение всего человеческого рода. Кроме того, древние отцы практически все упоминают о молитве за усопших как древней христианской традиции. Каждый день и за божественной литургии, и в своих частных молитвах во время утреннего и вечернего правила мы также молимся за своих усопших сродников. Но в году существуют особые дни, когда вся церковь усугубляет свои молитвы за усопших. И вот к таким дням относятся две родительские субботы. Это суббота Месопустная и суббота Троицкая. Это самые главные дни, когда мы совершаем богослужение в память не только о наших родственниках умерших, но вообще о всех христианах от века почивших. И в этом отличие Месопустной и Троицкой родительской субботы от, например, поминовения усопших в субботы Великого Поста. Или же, например, поминовения усопших в Дмитровскую субботу, которая установлена была в русской церкви в память о тех воинах, которые пали на Куликовской битве. Но потом, конечно же, это поминовение распространилось и на других воинов за веру и Отечество, животство и положивших. Отец Ильин, позвольте немножко привернемся. У нас первый звоночек. Нас звонят из Новгородской области. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарите, Батюшка. Господь благословит вас. Вот встречается в некоторых монастырях вечное понимание об усопших. Вы могли бы как-то поподробнее это прокомментировать? Спасибо, благословите. Спасибо Бог. Спасибо. Господи, как вы понимаете, вечность – это понятие относительное. Конечно, если речь идет о вечности как сущностной категории, она, конечно же, относится только к самому Господу Богу. Но когда речь идет о вечном поминовении в храмах или в монастырях, это значит, что это поминовение не ограничено никаким сроком. Оно может быть ограничено только сроком существования этого монастыря или сроком существования этого храма. Но, опять же, согласно христианской традиции, преданию, мы знаем, что к каждому освященному храму представлен ангел-хранитель. И даже если этот храм осквернен, этот храм и разрушен, ангел все равно совершает свою молитву. И, конечно же, совершает поминовение тех православных христиан, живых и умерших, в память которых была принесена жертва этому храму или этого монастыря. Вот что нужно понимать под вечным поминовением. Отец Иеронимов, скажите, почему мы, собственно, поминаем наших умерших родственников, близких и так далее, людей? Ведь как они слышат наши молитвы или вот к кому мы обращаемся? Мы знаем, что в Священном Писании святой апостол, стой апостол Иаков, призывает нас молиться друг за друга. Это святая обязанность христианской любви возносить свою молитву за ближних. Мы знаем, что Господь повелел нам молиться не только за ближних, не только за друзей своих, но молиться даже и за врагов. А уж тем более, конечно же, мы имеем святую обязанность молиться за своих родственников, за своих близких людей. Тем более, что, как мы знаем из Священного Писания, у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Потому что смерть — это категория времени. А время, как известно, когда-то прекратится. В конце мира наступит вечность. И, конечно же, это побуждает нас к тому, чтобы мы не прекращали свои молитвы за наших ближних, за наших родственников, может быть, не совсем близких людей, но о которых нас просили молиться, именно движимые этой христианской любовью. Как говорит апостол Павел, и пророчества прекратятся, и останется лишь любовь. Любовь, она вечна, потому что любовь есть свойство Божие. И вот эта христианская вечная любовь побуждает нас молиться за наших братьев, за христиан. Вот в Церкви выделяют особенные дни для поминания усопших. Вот Вы вначале, отец Иоанн, сказали как раз-таки о Вселенских родительских субботах. И вообще, как бы, в каждой неделе субботний день тоже считается, когда поминаются усопшие. Ну и также Вы говорили о Божественной Литургии. Но вот скажите, почему особенно важно выделение особенных дней, хотя ведь, по большому счету, мы можем молиться наших умерших вообще всегда. В христианской Церкви, как известно, существует целый ряд праздников. Когда-то мы имеем дни будничные, хотя каждый день мы совершаем поминовения святых, прославленных Церковью. Но есть какие-то особые праздничные дни, когда мы вспоминаем, например, воскресенье Господа нашего Иисуса Христа в праздник Святой Пасхи, хотя каждое воскресенье является, можно сказать, малой Пасхой. Есть дни, когда мы совершаем празднования в честь Пресвятой Богородицы или особо чтимых, особо великих святых христианской Церкви. То же самое и здесь. Церковь выделяет особые дни, связанные с поминовением усопших. Но если говорить о предстоящей Вселенской Мясопустной Родительской Субботе, то, конечно же, поминовение усопших в этот день во многом связано, с одной стороны, с памятью о страшном суде, и каждому человеку предстоит этот страшный суд, каждому человеку предстоит дать ответ за свои дела, которые мы совершили здесь, в земной жизни. И, конечно же, люди, отошедшие от земной жизни, которые не имеют уже возможности принести плод покаяния, они нуждаются в нашей молитве, нуждаются в нашем ходатайстве. И, конечно же, это поминовение усопших также связано еще и с тем, что Великим Постом мы совершаем литургию и, соответственно, полное поминовение умерших не каждый день, а только имеем возможность это делать в субботу, а воскресный день, как известно, по уставу церкви поминовения усопших полное не положено, только на проскомиде. И с этим связано также установление Мясопустной Родительской Субботы. То есть мы не знаем участи наших умерших близких, и поэтому, можно так сказать, что мы совершаем поминовение усопших, особенно молимся им. Конечно, мы можем предполагать о какой-то участи умерших людей. Если речь идет о человеке, который при жизни уже являл идеал и образец святости, можно предполагать, что он прославлен у Бога. Тем более, что об этом свидетельствуют порой и чудеса, происходящие у останков этого человека, даже вскоре после его кончины, и события, сопровождающие его кончину. В то же время мы знаем о людях, которые в своей жизни не просто были неверующими людьми, но были явными богоборцами или даже сатанистами. И, конечно же, можно предполагать, что участь этих людей печальна. Но, когда мы говорим о большинстве христиан, которые, может быть, конечно, старались в меру своих сил, в меру своих возможностей жить согласно заповедям Христовым, но, конечно же, совершали какие-то грехи, хотя в них и каялись. И, возможно, не всегда приносили плод покаяния, который мог бы как-то омыть эти прегрешения. И, конечно, таковых людей большинство, и они нуждаются в нашей христианской молитве, в молитве всей Церкви, прежде всего в евхаристическом поминовении, потому что выше евхаристического поминовения нет ничего. Отец Иероним, давайте немножко приверемся. У нас еще один звоночек, нам звонят из Азбеста. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Иероним, вот хотел вас спросить. Может быть, вы читали из святых отцов о загробной участи христианина и нехристианина? Вот коротко что-то, может быть, сказать. Спасибо. Даже я могу сейчас вам процитировать некоторые высказывания святых отцов, касающиеся участи христианина. Вот, например, святитель Феофан Затворник спрашивает. «Уж не питаете ли вы такого чаяния, что Бог державную властью простил грешников и ввел их в рай? Прошу вас рассудить, пригоже ли это, и гоже ли такие лица для рая? Грех ведь не есть что-либо внешнее, а внутреннее и внутрь проходящее. Когда грешит кто грех, весь состав его извращает, оскверняет и омрачает. Если простить грешников внешним приговором, а внутри его все оставить, как было, не вычистив, то он и после прощения такого останется весь скверен и мрачен. Таков будет и тот, кого бы Бог простил державную своей властью без внутреннего его очищения. Вообразите, что входит такой нечистый и мрачный в рай. Что это будет? Эфиоп среди убеленных. Представили? То есть, вот, святитель Феофан Затворник здесь нам указывает на то, что каждый человек должен помнить о том ответе, которое ему нужно дать в жизни будущего века. И поэтому, соответственно, не просто теоретически исповедовать христианство, а в жизни своей являть тот образец, который нам заповедал Христос Спаситель в Евангелии. Или вот, например, святитель Феофан Затворник говорит о божесточении человеческом, к чему оно приводит. Закон жизни таков, что, коль скоро кто положит здесь семя покаяния, хоть бы то при последнем издыхании, то уж не погибнет. Семя сие возрастет и плод принесет, спасение вечное. А коль скоро кто здесь не положит семя непокаяния и придет туда с духом нераскаянного упорства во грехах, то и там навеки останется с тем же духом, и плод от него в веки будет пожинать порода его. Божие вечное отвержение. То есть, конечно же, мы можем себе предположить, что не всякий человек живет вполне в согласии с духом Евангелия. Но если он осознает свои грехи, осознает свое недостоинство и приносит покаяние в своей жизни, то даже если бы, хотя он и не совершил достаточно добрых дел, он может уповать на милосердие Божие, потому что душа его устремлялась к Богу. Но если человек вел жизнь совершенно противную духу Евангелия, даже противился, может быть, евангельским заповедям и противился воле Божией, то, конечно же, Бог не может насильно, помимо воли этого человека, его спасти. Поэтому Святая Православная Церковь, например, не совершает поминовения людей, явным образом отвергающих веру в Бога или явным образом исповедующих какую-то иную религию или иное религиозное мировоззрение, или людей, которыми своими поступками отвергли милосердие и промысел Божий, например, самоубийцы. — Ну а вот что касательно людей не церковных, то есть некрещенных, церковь за них молится, и как положено таким людям за них молиться? — Церковная молитва за людей, не принадлежащих к церкви, конечно же, невозможна. Не потому, чтобы церковь как-то осуждала людей, или мы бы заранее выносили суд Божий об этих людях, говорили о том, что они не спасутся, или они попадут в ад. В этом мы невольны делать судебное определение, которое принадлежит только самому Господу Богу. Мы можем лишь уповать на Его милосердие, потому что сердце христианское, истинно любящее сердце христианское, конечно же, скорбит о таких людях, тем более, если это люди близкие нам, которых мы знали, тем более наши родственники. И здесь мы можем, конечно же, уповать на милосердие Божие и в память об этих людях совершать какую-то частную молитву дома, или же совершать милостынюю приношение в память этих людей тем, кто нуждается, например. И, конечно, участь этих людей, благодаря такой нашей христианской любви, она может быть лучше по милости Божией. Вот, Отец Иероним, скажите, каково вообще понимание и осмысление смерти у христиан? Ведь оно особенное, оно отделяется, допустим, от мирского взгляда на смерть. Кто-то о ней не думает, кто-то боится и так далее. Священное Писание свидетельствует нам о том, что смерть противоестественна для человека. Человек не был создан для смерти, он был создан для вечной жизни. Но вследствие неправильного выбора, а человеку, как образу и подобию Божию, была дана свободная воля, вследствие неправильного выбора человек совершил грех. Человек отпал от Бога. А Бог является источником жизни. Мы молимся в молитве Царю Небесной, утешителю души истины. Жизнеподателю называем его. И вследствие этого, конечно же, смерть стала царствовать в человеке. Она проявляется у нас в виде страстей, в виде болезни. Но в конечном итоге ее высшим пиком является прекращение физического существования человека. Но поскольку человек по природе своей был создан Богом бессмертным, то душа его, как часть человека наиболее близкая Богу, наиболее близкой духовной жизни, она бессмертна. Но страх заключается в том, что когда мы проводим жизнь греховную, то мы по преимуществу совершаем грехи через свое тело. В то время как страсть коренится в душе. И вот когда человек разлучается со своим телом, а страсти продолжают жить в его душе, то, конечно же, они его мучают и жгут подобно огню. Моговая речь идет о неугасимом огне. Это есть огонь страстей. И отсюда человек, который проводил свою жизнь греховно, который прежде всего все свои помыслы, все свои мысли, все свои силы устремлял на земное удовольствие, такому человеку очень трудно разлучаться с жизнью. И смерть такого человека порой бывает страшна и печальна. А если человек жил согласно Евангелию, если сердце его прилиплялось к Богу, прилиплялось к духовным ценностям, то для такого человека смерть уже не так страшна. И апостол Павел, мы знаем, пишет, что «я желаю разрешиться и со Христом быть». То есть то, о чем молится апостол Павел, то, к чему он стремится, то есть к прекращению земной временной жизни, то является страшным для нас, обыкновенных людей. Почему? Потому что все-таки грех нас тяготит. Отец Ирани, расскажите, как правильно вот в этот день, вот в эту субботу молиться с наших родственников? Как вот, что, собственно, заказать, может быть, в храме? Прежде всего, конечно, необходимо прийти на богослужение. В такие дни заупокойное богослужение начинается с вечера, когда совершается вечернее, совершается утреннее с особыми молитвословиями за усопших. Это называется в церковном уставе парастаз или заупокойное сеночное бдение. А с утра совершается божественная литургия, за которой мы в Таинстве Евхаристии поминаем на проскомидии усопших, а затем погружаем частицы хлеба, вынутые в их память, в освященную за Евхаристией кровь Господнюю. Таким образом, кровь Господа, пролитая во искупление грехов всего человеческого рода, омывает эти частицы, вынутые в память об усопших. Священник произносит молитвы «Отмы, Господи, грехи всех, где поминавшихся, кровью Твоей честной». Вот это главное поминовение, которое мы можем совершить в честь наших усопших. Ну, конечно же, написать записки, поминовения, чтобы священник мог в алтаре вынуть частицу и помолиться за наших родственников. Но вот еще существуют панихиды и литии. Это, собственно, тоже заупокойное богослужение? Как правило, в храмах сейчас совершаются панихиды после литургии, хотя если строго следовать уставу, то обычно панихида служится после вечернего богослужения. Ну, так уж сейчас установилась в течение многих лет такая традиция, обычаи, когда панихида совершается после литургии. Тоже это заупокойное богослужение, за которое мы молимся о наших усопших. Ну, есть еще традиция, как знают все, кто регулярно бывает в храме, принести в память об умерших какую-то милостыню в виде продуктов. Эта традиция связана с древними христианскими агапами, вечными ремнями любви, когда христиане после божественной службы совершались и вместе вкушали трапезу с молитвой. Ну, вот хотелось бы сейчас сделать немного акцент на посещении кладбища в этот день. Обязательно посещать кладбище и, собственно, или лучше сходить в храм, положим? В храм нужно сходить обязательно, а кладбище посетить по возможности, по наличию, скажем так, сил у человека, в зависимости от погоды. Ну, вот, отец Иероним, вы сказали о панихидных приношениях, вот, собственно, в храм. Но вот существуют такие традиции, оставлять, допустим, какую-то еду на могиле усопшего. Это что, это суеверие или какая-то вот такая церковная традиция вообще? Эта традиция больше, конечно, связана с язычеством, потому что в язычестве существовало такое представление, что усопшие нуждаются также в пище, как и мы, люди земные. Но христиане, мы понимаем, что после разлучения души с телом наши близкие уже не нуждаются в земной пище, а если говорить о Царстве Божьем, то здесь можно привести слова Священного Писания, что Царство Божье – это не ястие и питье. Поэтому, конечно, оставлять продукты на могиле, думается, что бессмысленно. Они либо испортятся, либо будут съедены какими-то, может быть, животными, в лучшем случае. Но, может быть, конечно, можно предположить, что какие-то несчастные люди, которые обитают вокруг кладбища, где-то подберут эти продукты. Но я думаю, что лучше все-таки эти продукты принести либо в храм на панихидный стол, либо раздать нуждающимся. Отец Иероним, но вот, собственно, не столько с поминовением, насколько с некоторыми днями после смерти человека связаны многочисленные суеверия, которые практикуются не только в жизни человека светского, но и достаточно часто они выражаются и проявляются в людях церковных. Вот как к этому относиться и не попасться, может быть, на какой-то уловки вот таких вот людей? Я бы хотел порекомендовать для наших телезрителей и всех, кто, может быть, увидит или услышит эту передачу, может, она транслируется по радио, я не знаю, почитать книгу святителя Афанасия Сахарова. Это исповедник, живший в XX веке. Он написал книгу о поминовении усопших, где изложил все традиции, обычаи, какие существуют в православной церкви. Если мы эту книгу внимательно прочитаем, изучим, то таким образом будем знать, как правильно молиться за усопших и, соответственно, не впадем ни в какие суеверия. Отец Иероним, давайте немножко прервемся. У нас еще один звоночек, нам звонят из Екатеринбурга. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваши вопросы. Здравствуйте, Роман Буржаев, Наталья, Екатеринбург. Здравствуйте. Здравствуйте. Определять человека в ад или в рай – это не в нашей власти, это во власти Божией. А мы имеем священную обязанность, если это был человек крещеный, имеем священную обязанность совершать за него церковное поминовение. если, конечно, он явным образом не был богоборцем или противился как-то промыслу Божию, если речь идет, например, о самоубийцах. Ну и, может быть, надежда все равно так или иначе должна быть у людей. Конечно, мы должны прежде всего уповать на милость Божию. Вот, Те Цероним, скажите еще, пожалуйста, на такой вопрос. Многие верующие интересуются, как правильно обустроить могилу умершего. Стоит ли строить крест или памятник? И вот насчет также фотографий на кресте, насколько это уместно вообще? Сейчас существует традиция ставить на могиле усопшего крест. Можно, конечно, разместить и фотографию. Ничего в этом нет неуместного или кощунственного. Хотя, конечно, в истории христианской существовали разные традиции. Когда мы читаем, например, послание священно-мученика Игнатия Богоносца, то он говорит о том, что «я хотел бы, чтобы мое тело стало пищей для львов». Его везли в Рим на съедение львам. И он считал это великой честью для себя, как христианина, быть погребенным в желудках этих диких животных. Таким образом, своими страданиями приобретает Царство Божие. Но, конечно же, мы сейчас не будем говорить о таких экстремальных случаях. А традиция существует в православной христианской церкви, в нашем Отечестве, чтобы над могилой усопшего воздвигать крест как орудие нашего спасения. Ну и вот, опять-таки, тоже такой же вопрос, связанный с захоронением умершего. Вот верующего можно ли сжигать, кремировать, или же все-таки следует его захоронить традиционно? Традиционное погребение связано с погребением в землю. И поэтому, конечно, сожжение усопших не является христианской традицией. Оно существовало в славянском язычестве, существовало у других народов. Есть, например, в настоящее время сожжение подвергают усопших в некоторых направлениях буддизма и в индуизме. Но у нас это, конечно, больше совершается не из религиозных побуждений, а из чисто утилитарных соображений, поскольку это дешевле, такое погребение усопших. Но все-таки мы живем не в Японии, а живем в России, у нас земли достаточно для того, чтобы похоронить наших родственников согласно православной традиции. Спасибо, отец Иероним. Время нашего эфира подошло к концу. Я еще раз благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Благословите наших телезрителей. Всего Господи Господь да благословит и помилует всех нас. Ну а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч и помогай вам Господь.